МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приемы экзаменов оборудованы системами видеонаблюдения. Кроме того, среди новшеств в этом году все задания будут распечатывать прямо на глазах школьников, а готовые работы после сканирования будут отправляться на проверку через интернет. Впервые на базе САФУ будет работать и ситуационный информационный центр. Студенты в режиме онлайн будут наблюдать за ходом проведения ЕГЭ, и в случае каких-либо спорных ситуаций видеозапись будет рассмотрена специальной комиссией. Архангелогородцы вновь провели субботник. В этот раз наводили порядок не только в общественных местах, скверах и парках, но и наводили лоск на придомовых территориях. В нескольких округах на субботнике побывал мой коллега Артемий Заворзин. Какими бы тяжелыми они не были, но наполненные мусорные пакеты жители областной столицы готовы нести куда подальше из города. Мусора в Архангельске быть не должно. В этом уверен каждый, кто вышел на субботник. Мы очень любим свой округ, мы очень любим свой этот парк, и хотим, чтобы как можно больше горожан здесь отдыхало. Конечно, хотим здесь вести порядок. Горожане активно подходят к проведению всех субботников, потому что предпоследний субботник, который у нас был, мы проводили его на третьем лесозаводе, убирали парк третьего лесозавода. Принимало более ста человек, активно откликнулась молодежь, округа Майская горка, ученики 95-й школы. Убирать нетрудно, но еще легче просто не сорить. Так считает и ученица школы Соловецких юнг Александра Губина. В субботу выходной, а значит Саша, снова берет в руки грабли и делает большое дело на маленьком дворовом участке. Я бы хотела сказать всем архангелогородцам, чтобы вы не сорили, ну как бы давайте сделаем наш город чище. Марафон чистоты в эту субботу прошел во всех округах. Начали в 10 утра. Некоторые настолько увлеклись, что закончили поздним вечером. На территории города, наверное, все-таки каждый участок важен. Этот двор, соседний двор, никакой разницы. Их все надо убирать. Особенность этого субботника в том, что можно было не только прибрать территорию дома, но и сделать свой двор настоящим достоянием общественности. Чтобы поддержать самых инициативных архангелогородцев, администрация города запустила акцию «Выходи, свой двор убрать». Суть проста. Необходимо сфотографировать придомовую территорию до, во время и после уборки. Лучшие снимки администрация Архангельска поощрит призами. Двухмесячник по благоустройству Архангельска продолжается. Масштабные работы по очистке городских улиц от скопившегося за зиму мусора продлятся до 17 июня. Артемий Заварзин, Владимир Орлов, Архангельское телевидение. 54 города России, а также ряд городов Казахстана и Белоруссии объединил зеленый марафон «Километры добрых дел». Участие в нем приняли свыше 70 тысяч человек, в Архангельске почти 600. Подробности в нашем следующем сюжете. Несмотря на холодное утро, к месту старта массового забега архангелогородцы приходили целыми семьями. Зеленый марафон проводится в Архангельске уже шестой раз. И с каждым годом количество участников только возрастает. Это такой призыв к здоровому образу жизни, к отличному настроению и к воскресному спортивному празднику. Поэтому мы впредь будем поддерживать такой спортивный настрой Сбербанка, как организатора этого зеленого марафона. И будем надеяться, что с каждым годом количество участников будет все больше и больше. Зеленый марафон – это не только спортивный праздник. В этом году он проходит под девизом «Километры добрых дел» в поддержку 15-летней Архангелогородки Полины Полущенковой. Жизнь девочки поддерживает аппарат искусственной вентиляции легких. Чтобы увеличить шансы на ее выздоровление, каждый участник марафона мог сделать свой посильный денежный взнос. Это благотворительный марафон. И наш тут совет всегда поддерживает такие мероприятия. Мы активно в них участвуем, организуем сами. Очень часто различные благотворительные акции. Сами выезжаем в детские дома. И для нас это очень важно. Важно для многих было показать и свои спортивные навыки. После небольшой разминки марафону дали старт. И огромная вереница участников двинулась вперед. Каждому нужно было пробежать два круга вдоль набережной Северной Двины. Впрочем, для многих марафонцев даже такая, что называется символическая дистанция, далась непросто. Я вообще бегом не занимаюсь. Так иногда для себя бегаю. Поэтому просто решу на других не смотреть, свой темп держать. Но потом увидел много ребят в Кутах, там Архангельской области. Такое. Захотелось все-таки это прицепиться к ним, посоревноваться. В общем, доволен на самом деле. После финального второго круга определились тройки победителей. Среди мужчин лучшим оказался Дмитрий Шульгин. Юноша профессионально занимается бегом. Так что в своей победе был уверен. Четвертый год легкой атлетикой занимаюсь. У меня специализация средней дистанции. Полтора, тройка. Там, ват, пятерку бегаю. Результаты ожидаемы были. Ну, как бы думал, что можно выиграть. Потому что соперники, которые у них сегодня бегут на стадионе. В итоге, думал, особо соперников не будет. Но так и получилось, что как бы моего уровня не нашлось. Победители зеленого марафона «Километры добрых дел» получили ценные призы. И, конечно, заряд бодрости. Вадим Федосеев, Владимир Орлов, Архангельское телевидение. А на поле стадиона «Труд» прошел традиционный турнир по футболу среди школьных и дворовых команд. Все соперники были разбиты на четыре группы. Каждый матч состоял из двух таймов по 10 минут. Ребята из второй школы Архангельска были настроены только на победу. Мы усердно тренировались, особенно перед этим турниром. На каждой тренировке схемы новые пробовали. И сегодня настроены только на победу. В младшей подгруппе победители команды 11-й и 2-й школы Архангельска у старших отличилась дружина «Химик» и коллектив под названием «Полемика». А в деревне Лявле Приморского района отметили Николин день. В этом году холодная погода внесла свои коррективы, и народные гуляния пришлось перенести на неделю. Вместе с представителями поморских землячеств гостями праздника стали узбеки, индусы, украинцы и татары. Сначала все приняли участие в костюмированном шествии, а после показали, на что способны на традиционной ярмарке. При лавке заполнили самые разные товары, от поморских игрушек до национальных сладостей. Одним из самых ярких событий праздника стало приготовление национальных блюд на открытом огне. В течение 15 лет ярмарка набирала масштабы. И вот в этот год сегодня здесь собрались... Она стала международной. Здесь народ собрался объединиться. Когда мы вместе, мы сила. И все получается. К этому часу у нас все. Не пропустите выпуск в 16.00.